Привет всем, с вами снова Илья, обзор и прогноз криптовалютного рынка на сегодня на 16 апреля. Давайте немного взглянем на то, чем криптовалютный рынок отметился у нас за последние сутки и после этого будем сегодняшние монеты разбирать. Сегодня я решил взять биткоин по отношению к доллару США, посмотрим какие краткосрочные сделки здесь можно совершить, потому что долгосрок, среднесрок мы уже много раз разбирали. Также будет Ripple, также будет Bitcoin SV и Bitcoin Cash, которые наверное сейчас в центре внимания всего сообщества. Итак, давайте на рынок посмотрим. Биткоин у нас после такого медленного роста опять отметился довольно резким снижением и опять потихоньку начинает восстанавливаться. То есть в принципе он рисует все те же самые ситуации, которые рисовал до этого. Bitcoin Cash подрастает, сейчас уже незаметно, но за последние сутки он подрос, по-моему около 5-6% он здесь прибавил. Это в основном на фоне падения Bitcoin SV, из которого капитал начинает утекать. И соответственно такому капиталу нужно куда-то оседать и часть из него оседает в непосредственно прародителе Bitcoin SV, это Bitcoin Cash. В остальном в принципе отметить нечего, у нас криптовалюта CryptoComChain продолжает расти. Причем в свое время, когда мы до этого на нее внимание обращали, она торговалась по-моему даже ниже 30-ки. Сейчас она уже на 22-м месте и судя по положительной динамике на слегка падающем рынке, она может войти в 20-ку и там даже на какое-то время осесть. А еще одно небольшое объявление, прежде чем я перейду непосредственно к обзору, не так давно я обозревал, ну как не так давно, 8 месяцев назад я обозревал монету Binance Coin. И здесь я обозревал именно ее с точки зрения фундаментальных факторов, фундаментальных параметров. Рассчитывал на основе показателей биржи Binance реальную внутреннюю стоимость, справедливую стоимость актива. Вот она, 18.37 у меня на тот момент получилось и собственно говоря Binance Coin, несмотря на то, что с небольшим опозданием, ждал я его к концу года, а он достиг вот только-только несколько недель назад этой отметки. Но тем не менее он ее достиг и можно ли говорить исходя из этого, что фундаментальный анализ действительно работает. И если в принципе вам это интересно, то комментарий мой лайкните, он самый будет самый первый к этому видео и разберу я тогда сделаю обзор по сравнительный анализ в общем нескольких бирж. Возьму, ну сейчас уже не только одна биржа Binance свой токен выпустила, несколько бирж выпустили свой токен, разберем их фундаментальные перспективы и каким отметкам они могут прийти. Ну и собственно по Binance надо также цели здесь обновить. Итак, переходим к биткоину. Здесь по BTC я выделил несколько таких, скажем так, зон, в которые он торгуется локально и более глобально. Эти зоны много раз обозначали. Начнем с зоны глобальной. Это зона 5, точнее извиняюсь, 4800-5250, 5270. Это более глобальная зона, к границам которой мы будем подходить реже. И вот более локальная зона, я ее обозначил как 4963 до 5110 примерно так. И это более локальная зона. Зачем нам эти зоны нужны в принципе? Не просто понимать, что там биткоин в них проторговывается, это в принципе абсолютно всем понятно. Эти зоны нам нужны для того, чтобы попробовать какие-то краткосрочные трейды совершать. В чем логика совершения таких трейдов? Если мы видим проход за нижнюю границу зоны и остановку цены, мы можем, собственно говоря, попробовать открыть блонк. Если мы видим уход цены выше этой зоны и снова остановку цены, то мы можем попробовать открыть шорт. Причем более консервативный вариант это именно выход за вот этот вот, например, локальный минимум. То есть выход уже за ту точку, где мы уже стопы собирали. То есть, например, в этом случае мы могли покупать вот после этого выхода. В случае, например, вот здесь мы можем покупать за этот выход. Сейчас шорт позицию я бы попробовал открывать или там от 5175 и возможно с добавлением по 5200. Об этом я писал в телеграм-канале. А здесь выход вниз, ну такая, знаете, 5000 довольно сильная зона. И поэтому я бы при пробое 5000 и остановке цены попробовал краткосрочный лонг открыть. Чем такие лонги хороши? Они хороши тем, что их можно открывать с определенным плечом и с небольшим стоп-лоссом. За счет этого, в принципе, соотношение прибыли риском в процентах к капиталу, оно будет примерно такое же, как если вы открываете какую-то среднесрочную сделку. Условно, вы купили что-то по 5000, ну что-то это очевидно биткоин. Вы купили биткоин по 5000, вы ставили цель 7000, поставили стоп на 4500. У вас там 2000 прибыли и, собственно говоря, 500 долларов убытка. Предположим, ваш капитал 10 тысяч. И, соответственно, здесь вы можете заработать там 20% от вашего капитала. Или второй вариант, вы открыли такую же краткосрочную сделку, там, например, покупка от 5000, но цель, например, всего 5200. Казалось бы, всего 200 долларов потенциальной прибыли, но если это плечо X10, то это те же 2000. А стоп, который у вас, например, составляет там те же 50 долларов, он превращается в 500. И фактически вы в пределах тех же рисков можете взять примерно ту же доходность. Но, естественно, что злоупотреблять этим не нужно. И это можно пробовать только на каком-то спокойном рынке, который вот сейчас наблюдается. И с пониманием того, что вы делаете. И чаще всего это не сделки в шорт, а это какие-то сделки в лонг с более-менее качественными сетапами. Вот, что же касается среднесрочной перспективы, я уже здесь, ну, не знаю, кучу раз говорил. Я все-таки ожидаю сейчас более такого дальнейшего движения наверх к отметкам примерно около 6, возможно, чуть больше 1000 долларов. Теперь, отмена сценария будет проход ниже там 4600. То есть, вот в этот воздух, если мы между этими уровнями уходим, чаще всего это будет означать отмену сценария и, соответственно, поход вниз. Больше мне добавить здесь нечего. Сейчас, также, отвечая на вопрос некоторых из вас относительно того, как можно поставить стоп и тейк, я покажу вот такой вот небольшой сервис. Я его уже до этого обозревал большое количество раз. Но раз вопросы приходят, видимо, все-таки придется еще раз. Итак, смотрите, вот есть сервис, trademate.io. Он позволяет вам одновременно, ну, на бирже Binance выставлять одновременно и стоп, и тейк. Более того, он позволяет вам там это делать с качественным интерфейсом. Поэтому, если вы к трейдингу подходите серьезно и именно торгуете и от каких-то рисков, и соотношение прибыли к рискам, то он для вас будет очень важен. Как это делается? Ну, после там, соответственно, вот сейчас на своем пробном реферальном счете покажу. Переходите сначала в раздел Smart Trade. Далее, соответственно, у вас вот сразу интерфейс из TradingView здесь доступен. Что вы можете сделать? Вы можете сразу выбрать точку входа. В данном случае я покажу сделку, которую я бы действительно открывал. Я бы открывал, попробовал открыть бы вот здесь или вот здесь, но это более рискованная сделка. Так как это сделка публичная, я попробую чуть более надежную и консервативную сделку дать. Здесь, условно, вот вы берете цену покупки по 4737. Вам не надо заморачиваться с тем, что это, например, ордер там buy limit или, ну, в данном случае buy limit. Здесь вы просто вот таким вот образом ползунком цену двигаете. Далее вы выбираете, собственно говоря, стоп. Я поставлю стоп вот как раз сюда на воздух. То есть, если мы падаем ниже 4500, я склонен считать, что аптренду здесь конец. Далее мы выставляем, собственно говоря, take profit. С учетом того, что здесь цена может не ограничиться просто достижением верхней границы вот этого вот ценового канала, может не ограничиться достижением этого верхней границы ценового канала. Я распределю take profit на две части. И большую часть я здесь буду закрывать по... Большую часть я буду здесь закрывать по вот этой вот верхней границы ценового канала. Примерно 5.230, то есть чуть не доходя. А оставшуюся часть как раз поставлю на цели позиции. Чуть ниже психологического уровня в 6000 долларов. Вот, посмотрим, что здесь. Здесь нас просят увеличить сумму. Итак, вот. Вот, после этого я, собственно говоря, нажимаю создать и моя сделка готова. Я ее уже заранее подготовил. Там соотношение прибыли и рисков нормальное. И, собственно говоря, вот так оно выглядит. После того, как здесь будут какие-то изменения, там ордер откроется или что, это все отобразится вот здесь вот в вкладке задач. То есть, вот такой вот достаточно дружелюбный интерфейс, которым можно пользоваться. Также сейчас действует промокод. Это промокод не мой. Это просто промокод создателей на скидку, если я не ошибаюсь, 20 или 25%. В честь дня космонавтики он еще активен. Я его напишу там в описании. Ссылка на сервис тоже сам в описании. Можете регистрироваться. Промокод я там укажу. Вот такие дела. Итак, идем дальше. Следующий это Ripple по отношению к доллару США. Ripple. Я по нему проводил опрос в своем телеграм-канале. И как раз таки узнавал мнение сообщества. То есть, понять насколько оно близко или наоборот далеко от моего мнения. И чего сейчас ожидать. Результаты опроса получились следующие. Да, вот индикатор друга. Альткоин и Ripple. Среднесрочная перспектива. На перспективе 7-60 дней. И здесь большое количество людей высказалось задержать. То есть, это такой нейтральный ответ. Также 30% за накопление. То есть, это за добавление позиций. То есть, умеренно позитивный такой взгляд на рынок. 14% за очень позитивный взгляд. Ну и совсем 20% это на сокращать и, собственно говоря, активно продавать вместе. Поэтому, в целом, здесь довольно бычий настрой у... В целом, сообщества. Оно и понятно. Ripple сейчас активно продвигает, как с точки зрения технического. Какого-то сетапа. Там, тормозов на 30 центах. И вот этот вот уровень называют чуть ли не каким-то волшебным. И с точки зрения фундаментальных каких-то факторов. Сейчас и МВФ, насколько я помню, заинтересовался Ripple в качестве какого-то помощника, по-моему, по переводам в страны Африки. Я боюсь соврать по странам. Но, по-моему, суть примерно такая. И, в принципе, сейчас сообщество у нас настроено очень положительно. И многие за него топят. И, скорее всего, покупают. Поэтому, в связи с этим, что можно сказать? Я, в принципе, перспективы Ripple долгосрочные. Оцениваю как умеренно позитивные. То есть, я не говорю, что это прям супер какая-то позитивная. Лучшая криптовалюта. И она 100% пойдет наверх. Но я думаю, что с учетом вот всего, что есть вокруг Ripple, он выглядит несколько недооцененным. Поэтому какого-то роста я здесь ожидаю. И единственное, что здесь стоит опасаться, так это как раз-таки вытеснение покупателей первичного. Не исключено, что перед походом наверх, если он действительно будет, мы довольно агрессивно здесь покупателей собьем. Потому что их довольно большое количество накопилось как вот в этом диапазоне. Многие ставили стопы сюда. Так и вообще, в принципе, в глобальном плане за вот этим вот минимумом последних лет. Здесь тоже довольно большое количество стопов. Поэтому аккуратнее нужно действовать. И либо на сбитии стопов брать, либо брать таким образом, чтобы при сбитии ваших стопов перезаходить. Вот. Это что касается Ripple, точки движения там 42, 46 центов и 55. Дальше я пока не загадываю, потому что, в принципе, особого смысла нет. Вот. Теперь перейдем к Bitcoin SV. Здесь хотелось бы прежде всего дать комментарий по тому, что тут можно делать. С учетом того, что он уже потерял около 25-30% и пробил вот этот вот ключевой уровень, где до этого работал покупатель и в итоге цену запустил наверх. Я думаю, что вот так как мы этот уровень прошли, мы можем еще ниже уйти. Более того, мы здесь уже продавцов вытесняли вот такой вот свечой. Это биржа Bitfinex. И, собственно говоря, продолжаем движение вниз. Поэтому какой-то интересный шорт здесь можно рассмотреть с биржи Bitfinex. Тем более, они сейчас лояльный доступ. Дали большинству пользователей. Сейчас нет необходимости в 10 тысячах долларов для начала работы. И какой-то шорт здесь можно открыть. Супер аккуратно или, ну, зеркальный отбой это будет очень редко. Будет или заброс вот сюда, там, в 69-70 долларов и после этого поход вниз. Или, возможно, как какое-то такое безоткатное движение, учитывая, что шорт сквиз уже был. Поэтому, если планируете зайти, то можно. Потому что здесь есть уровень, там, до 40 он еще может упасть. Но, опять же, повторюсь, очень аккуратно, ни в коем случае не с плечом. Просто, как такой эксперимент шорт позиции. Потому что в качестве инструмента для шорта он выглядит сейчас до сих пор привлекательно. После такого пробоя уровня и после уже вытеснения продавцов. Ну и главный бенефициар вот этого падения Bitcoin SV. Это Bitcoin Cash. Причин довольно много. Я думаю, что основная это капитал, который вышел сейчас из SV. Ему надо где-то оседать. Естественно, что в первую очередь они, ну, возможно, капитал какой-то идейный. Я этого не исключаю. И, собственно говоря, там, в выходе из SV он кочует в кэш. Ну и, в принципе, остальные там причины рыночные. Да, там, есть некий топ криптовалюты. Bitcoin Cash в данном случае в топе. И он, возможно, выглядит каким-то относительно надежным. Учитывая, что и до этого он неплохой рост показал. Что же по Bitcoin Cash у нас с технической точки зрения? Мы до этого смотрели его к BTC. И здесь он достиг уровня своего ключевого по отношению к BTC. И сейчас здесь тормознулся. Но если мы посмотрим на уровень по отношению к доллару, то здесь он еще отметки 403 не достиг. То есть это отметка перед разделением. И здесь, по сути, есть куда расти. Здесь мы тормознули вот по этому вот уровню. Но и до верхнего уровня дошли, пока его тоже пробить не можем. Поэтому, если вот смотреть на этот график, я бы сказал, что мы скорее здесь уже исчерпали вариант для роста. Но если мы посмотрим график к доллару, и вот плюс еще такой определенный позитив для кэша пришел с падением SV и выхода капитала оттуда. Я бы сказал, что по отношению к доллару у нас еще какая-то перспектива есть. Но чтобы к доллару вырасти, нужна поддержка со стороны биткоина основного. Такой поддержки, я думаю, что ее в ближайшее время сильно не предвидится. Если биткоин уходит там к 5270, то да, окей, там биткоин кэш к доллару, он может подрасти до отметок около 400 долларов. Но пока какие-то покупки здесь опасны. Я думаю, что мы вот в этом вот боковом диапазоне какое-то время будем находиться. Ну вот, такие дела, в принципе, по всем криптовалютам, которые планировал разобрать, я их разобрал. Напоминаю вам, что криптовалютный рынок является рынком с высокими рисками. Ни в коем случае не инвестируйте в то, что не готовы потерять. Несколько альтернативных точек зрения формируйте, а свое торговое решение принимайте самостоятельно. А я с вами прощаюсь, всего хорошего и пока.